Итак, Home Depot. А почему мы здесь? А потому что мы едем на работу. Всем привет! Не думал, не гадал, случайно заказ поймал. В общем, позвонил клиент наш, вернувшись, постоянный клиент и говорит, Вова, у нас что-то в прачечной. В прачечной, значит, надо что-то быстренько починить и все. Но оказалось, что не так все просто. И поэтому нам пришлось ехать в Home Depot и догадайтесь, зачем. Так, потянем немножечко интриги. Сначала давайте купим пару трубочек, а потом самое главное устройство, которое принесет нам сегодня много денег. Хорошо, что я захватил с собой инструмент, который обжимает, чтобы наша установка прошла намного глаже и быстрее. Еще самое главное, чтобы все фитинги, все наши адаптерчики, коннекторчики все были здесь. Не зря же я покупал инструмент за 200 тысячи долларов, правильно? Так, 3 четвертых. Если мы работаем с размером 3 четвертых, значит, что-то там будет очень веселое, да? Раз, поворотик берем. Ну, по факту, этого на данный момент нам должно хватить. И надо еще взять трубочку 3 четвертых. Блин, знал бы, взял бы дома. Надо позвонить Жене, может, у него есть. Я приехал, блин, неподготовленный, потому что я не знал, что происходит. Просто здесь, если покупать, то, смотрите, какая длиннющая зараза. Нам, по факту, нужно вот отсюда до сюда, ну, фито 2-3, не больше, а то, может, даже и меньше. И она стоит 25 долларов, да. Вообще, на самом деле, где-то должны быть, типа, короче, обгрызки. Ну, ничего, сейчас посмотрю. Пошли пока искать другое устройство, то, что нам нужно. Само будет интересного, ничего не будет. Да, конечно, будет. В общем, мы сегодня меняем водонагреватель, который должен стоять где-то здесь. Вот тут у нас стоят водонагреватели, и, ну, нужно найти электрический. Галлон так на 40,50. Что они там? 529? Ну, нормально. Но, скорее всего, придется тратить больше. 629. Вот этот красавчик должен подойти. Единственный маленький нюанс, что у нас TPR вал находится сверху. На старом находится вот тут вот. И, слушайте, ну, походу, возможно, даже и придется трубку за 50 покупать. Ну, что поделаешь, потому что все электрические вот архитры здесь, TPR вал вам наверху. Ну, в химии, я думаю, чего-нибудь да придумаем, мы же специалисты. Победитель найден, берем и грузим. Грузится очень легко, главное, спину не надорвать, все остальное мелочи. Тележка уже стоит рядышком, медленным перьячим паром. Вспоминаем приседания с ума. Неполноценное было. Чик, и все. Казалось бы, да? Но это еще на самом деле не все. Нам еще нужны для него пен. Мы когда меняем water heater, надо еще поменять пен. Тем более, что там старый уже такой облезлый, оббитый. Поэтому, чтобы красиво было все эстетично и правильно, едем, берем пен. Пен это, в общем, тарелка под water heater. Все нормально, все нормально. И вот, смотрите, незадача. 22 инча у нас это, тарелка. И 20, и quarter, water heater. Зараза, 26 есть. Что-то там вообще ни о чем, 18 есть. 22 есть. А 24, блин, нету. Вот я бы взял 24, чтобы прям в идеале было. Но, походу, будем вщемливать на 22. Мы приступаем к замене. У нас наш инструмент готов. Женя сейчас сольет воду. Вообще, на самом деле, это работа для одного. Но тут две составляющие. Я привез инструмент, а Женя привез работу. Куда ты работаешь? Ну, ты основная рабочая сила. Я так на подстраховке, если вдруг что. И сейчас вот это вот все мы будем... Блин. Ну, хорошо, что не тот. Почему? Окей, разница, все то же самое бы у нас поможет. Ну, просто пришлось бы этот вытягивать. А, ну да, мы бы не пролезли. Это было бы печально. Но я так думаю, что рано или поздно нам и тот придется. Ну да. Я еще не знаю по высоте, какой у нас фатер-хитер сейчас называется. Ну, в целом, я думаю, мы справимся. Так. Сейчас 6.30. Что? Подставить, да, потому что она... Помпа, чтобы... Ичет. Ичет? Да. Да кому, если над пеном будет? Нет? Правда, я не знаю, пен может быть еще? Либо давай... Давай этот новый поставим. Давай, новый тоже с отверстием. У нас под конец месяца работа пошла на спад. Причем мне с Нью-Йорка звонили, с Флориды. Хэнди Майна говорит, что у них тоже что-то беда. Такое ощущение, что все деньги на школу люди потратили. Так наоборот, переехали обустраивать зелено. Ну, черт его знает. Это камера, наверное. Да. Которая с камерой. Как она звучит? Что-то не пошла водичка, наверное. Да, наверное. А, конечно не пошла. А, нам надо будет откручивать. Ну, подожди, горячая вода там же тоже открыта. Ну, ладно. Давай посмотрим. Ну, мы сейчас еще... Да-да-да, пошла, пошла, да? Давай, я туда включу еще. Сейчас откроем одну supply line, чтобы у нас воздух там не вакуумировал. Свет, я отключал на него? Отключал. Вот свечи на него, и второй вон там слева. Я тут не перекрыл уже. Да. Такое ощущение, что у тебя шлак там. Не, идет. Самое главное, чтобы оттуда вода сейчас не повалила. Так, чем можно. Обраткой. Ну, я вроде слил. Ну, просто этот бачок был под давлением, я его вроде ослабил. Во, все нормально, да? Ну, что? Оно пристойит просто. Оно мощное. Минут 15-20 будем лить. А не льется, что вообще-то там почти... Очень слабо, да? Да. Слушай, мы можем уже и ту, и эту тоже крутку отпиливать и откручивать ее. Это, знаешь, что еще бывает? Там еще, может, сериминс. Да. Грязь. Ну, все. Короче, сливаем water heater. Ловар харит. У нас, интересно, что будет по этому размерам. Возможно, нам еще придется регулировать высоту. Этот может быть ниже, либо выше. Будем работать. Будем перепрессовывать. Ну, да? По обстоятельствам, да. Действуем по обстоятельствам. Начинаем вскрытие. Сейчас у нас момент истины. Старая трубка. Ну, я верю просто, я верю в чудеса. Нам еще идут один-два оборота докрутить. И смотри, когда мы одеваем. Опачки. А вот оно одевается досюда. Одевается вот так вот. Так, наверное, хотелось надеяться. Но у тебя одного коннекшена нету. Это же быстро и экономно. Ну, не то, чтобы как бы экономно. Нам хочется правильно в первую очередь, но еще и плюс эффективно. Ладно, что поделаешь? Надо было вот здесь резать. Блин, если бы там отрезали. Я бы канул. Ну, слушай, знаете. А все равно юнин надо было бы. Да, да ничего страшного. Не, юнин у меня есть. Подожди. У меня юнин есть. А, одного не хватает еще. Надо три. Раз, два, три. Правильно? Хорошо. Подожди. Не надо. Ты же трубку взял? Ну, трубку взял. Все. А, мне коннекшен тогда надо ехать покупать. Ну, крайняк мы можем. Юнин поставить на тычик. Давай я уже не буду выпендрить, я поеду и куплю вот это вот вкрут. Все, сделаем четко, солидно, чтобы человек был счастлив и мы тоже. Я тогда поехал, что? Ты все равно показываешь, сливаешь, правильно? Больше ничего. Я не знаю, он не сливается. Блин, ну это не все равно я узнал. Сейчас начну говорить. Купите дрель, которая прочищает. Видел там, типа, вставляешь, она пробивает. Да, ну, короче. Я обычно беру вот эту вот квертку. Сами надежный дедовский метод, да? Ну, суть в том, что если ее сейчас откроют, то он его довоняет водой. Вот она. Закорела, да? Слышим чистым. О, прям нормально сейчас видно, да? Сейчас выпадет. Я не буду включать эту. Окей. Смотрите, я менял здесь трубки полтора года назад. Какие они уже все зафоршмаченные грязи. Поэтому мы все это меняем на новенькое. На что? Течет? Вообще, ну, что? Он течет, ну, смотрите. Он со стороны, да? Должен нормально будет течь. Ну, походу все-таки. Я думаю, что это там нормально еще ставит водички. Смотри, срочется тут. Да, давай, через помпу опять. Так мы будем с тобой вечность. Иногда сливание ватерхитера – самая долгая процедура в замене ватерхитера. Что у нас нет? Это, к сожалению. Тем более сейчас, когда у тебя как инструмент, опрессовка. Угу. Я говорю, я изначально вообще ехал, думал, что ты с этим, со стиралками здесь или еще что-то. Давай, ну, возьму на всякий случай, ну, мало ли что. И прям как вот пошло. Залпись. Ну, чуечка, чуечка сработала. Просто западло домой, было бы потом 25 минут ее. Ну, я бы поехал, в любом случае, ну. Тут вот пережимается чуть-чуть. Не-не, оно не пьянется. Прям капец, как тяжело. В целом, для установки нам не хватает всего лишь одной детальки. То, что я немножечко не подрассчитал. Сейчас быстренько возьмем и обратно. Несмотря на то, что спад работы сейчас наблюдается по всей Америке, я все равно жду ваших резюме и портфолио на почту, если вдруг вы хотите работать с нами. Потому что, чем хороши спады, тем, что, когда они заканчиваются, начинаются подъемы. И тогда работа будет для всех. Как хорошо, знаете, в Хандиба за столько времени лет. Язык заплетается, блин. Знаешь, куда идти, что идти. Вот у нас 3 четвертых, папочка 5.96. Джиг. Все, это все, что нам нужно. Пошли домой, вернее, обратно на работу. Хотя, иногда работа как дома. Судя по шумам, у нас до сих пор идет слив, да? Это единственное, что в этой установке будет самое у нас долгое. Когда мы часик-полтора будем сливать все. Ну, слушай, ничего страшного. Главное, что у нас ничего не течет. Все закрыто, нам никто не мешает. Итак, не прошло и часа. Наконец-то, water heater вроде бы как бы стал... Женя, все равно тяжелый. Я знаю, но либо перегрялась помпа. А, ну да, она уже так тяжеловата, да, работа начала. Я говорю, слушайте, ребята, вы в курсе, что они одногодки? Им никогда не делали maintenance. И чтобы второй вынуть оттуда, то нужно вынимать этот. Я говорю, что как бы в идеале второй нужно делать. Они говорят, знаешь что, мы тоже об этом подумали. Давай-ка делать и второй. Поэтому в середине процесса мы сейчас шуруем за вторым water heater и делаем сразу же два. Чтобы такая беда больше не повторилась. Вот так вот, готовность помочь клиенту в любую минуту, в любую секунду дала нам сегодня достаточно неплохой заказик. Ну, еще мы его... Хорошо льется? Ой, дай бог, что этот хоть быстро сольется тогда. О, у нас с помпой так не лилось, в раза четыре медленнее. Слушай, это судьба. Так формально мы тогда можем с тобой ехать. Да, просто развивается. Прикинь, там сейчас забьется, потом пол весь. Нет, там подмолёт настоящий. Давай, пять минут стоим, едем. Проверяем все, что... Я не думаю, на самом деле ничего здесь не произойдет, если честно. И у нас уже все слито, мы приехали. Как-то прям слился четенько. Да, это очень хорошо, нам на руку прям пипец. Просто нам, как бы, Женя не сильно хотелось до 12 часов. Ну, конечно, если бы надо было, мы бы сидели. Кстати, вот тот уже следы, смотри, тоже дает, что... Да-да-да. Поэтому... Потом вообще, смотри, прогнивший поддон. Ну вот. Ну, мы когда меняем вторхитер, обязательно меняются у нас поддоны. Соединение, которое недовереннее все. Ну, там он вообще как блюет там. Ещё попробуем, потому что он тяжелый пипец, Женя. Ну, мы, конечно, его вытащим, просто мы сейчас можем засрать пол здесь. Но без помпы, я думаю, он точно не пойдет. Я думаю, его отверткой надо еще раз пробить. Это у нас в открытом состоянии вот так вот течет водичка. Ну, уже получится. Сейчас пойдем. Пожалуйста, так и теки. Ну, добро пожаловать в установку ватер-хитеров вместе с нами. По-русски бойлеры. Шестилетние. Им вот 18-й год, 33-я неделя. То есть им вот... Ну, по факту им ровно 6 лет. Потому что вчера была... В прошлой неделе было 34-й. Мы же знаем. И вот оно, пустырь наш. Все готово. Подготавливаем, ставим новый пен. И даже есть свет в конце туннеля в 8.30. Но загадывать наперед очень не любится в любой работе. Потому что все, что самое простое, даже ты говоришь... Ну, даже подумаешь, что нельзя там ошибиться. Блин, оно может пойти не так. Но надеюсь, что это не сегодня. Сегодня мы поставим как положено. Ух ты. Может, там тележка же есть, Женя? Ну, ладно. Ну, это сразу видно, чья школа. Женя, иногда как на меня посмотрит, говорит, я не знал, что так можно. Да я до сих пор не знаю, что так можно. Самое главное правильная позиция. Подожди, я сейчас тебе помогу. Посмотрите, первый утр хитр уже стоит. Не установлен. Сейчас мы делаем что? Подгоняем, что под вот этой трубки. Прямиком, прямотоком. У нас будет... Вот сюда мы сейчас сделаем соединение. Это у нас гибкое соединение. Каждый раз, когда вот такие вот соединения мы отключаем, там есть внутри резиночка. Короче, она в плохом состоянии. И в идеале их после каждого отключения-подключения менять. Тут вот, скорее всего, у нас тоже самое обои. Будет замена. Второй бойлер еще рано ставить, который формально был первым. Мы сейчас сделаем все, подгоняем здесь. Смотрите, TPR Valve, который сбрасывает давление при перегревании ватер хитера, когда он начинает закипать, либо давление превышает 150 PSI. Он у нас смотрит туда. Но докручивать TPR во время установки можно. Откручивать нет. Но если откручиваем, то надо по новой тогда наносить Thread Sealant, Teflon Tape. Поэтому мы еще докрутим, чтобы у нас шло вот сюда. И пойдет прямиком потом слив вот сюда. Человек уже забомбил резинки. А, ты сразу на второй взял, что он красавчик. Я хотел сказать, думаю, что опередил мне. Не дал мне. Повыпендрис. Не выгонивается. Ну, так, так, отвертка-то выжила. Такую хорошую отвертку сейчас. Ну, а что? А у тебя других нет? Есть другая, это конечно. Резинка зумиена, шланжик подключен. Начинаем подготовить нас под трубинцы все соединения. Инструмент у нас там. Стоит, заряжен, готов к бою, как и все мы. Еще, еще, еще. Что у нас тут? 84. Нормально. Идем по расписанию пока. Так бы все установки. И побольше бы таких установок. Ладно. Что там, горизонт? Ну, пока так. А, подожди. Нормально. Поставили маркировки, чтобы знать, что мы не повылазили нигде. Суп. Никаких тебе паяльников. Главное, батарейка, чтобы была заряжена. Пока одни трубки нарезаются. Тут уже у нас, смотрите, все стоит. Water heater. Формально, если все хорошо, осталось подключить эту трубку. Вот эту, тут мы резиночку поменяли. Мы там резиночку тоже поменяли. Все, у нас тут сливчик. Мы просто подиагонально втопили. Ничего себе не случится. Все будет прекрасно. Потом, когда сделаем установку, предыдущие мастера, которые ставили, это вот как, ну, не знаю, как что болтается. Это не солидно и неправильно. Expansion tank должен всегда быть засекюрен. То есть, если либо его к стенке крутят, либо обкручивают и к потолку. Ну, вот мы, наверное, к потолку сделаем. Либо Жея предлагает, говорит, можем подставку сделать, чтобы трубу держал. Что-то сделаем, но это уже будет вот-вот, скоренько. А, еще потом электрику надо подключить. Ну, я, кстати, могу уже, пока ты там делаешь, могу левую электрику отец. Давай, финита ля комедия скоро будет. Вот ее уже чувствую. Так, мне еще надо ужин успеть купить. Немножко неудобно, да? Чем ближе к концу приходим. Ну, и что вы думаете? Мы закончили. Все подсоединено. Электрическая часть подключена, но не включена, потому что пока не заполнится water heater, нам его включать нельзя. Запускаем воду в трубы. Так, чуть-чуть понеслась труба в рай. Так, а знаете, что... Ну, ладно, это пока ничего страшного. Медленно, уверенно. Там, по-моему, тоже нам надо включить, если я не ошибаюсь. Так, так. Если сейчас что-то потечет, то мы это увидим. Но оно не течет, потому что нам надо выпускать воздух. Раз, выпустить воздух. Два, выпустить воздух. Ой, тихо. Не выпендривайся, ты так со мной. И еще, в идеале, надо будет еще в идеале открыть краники. Что-то они медленно текут. Ну ладно, подождем. Просто под конец рабочего дня у меня мозги отходят. Я думал, что я вот так вот полностью открыл, а это я наоборот перекрыл опять обратно. Так что все нормально, заполняем все. Возу подрыв. Померяем, столько надо. Давай. Думаю, вот так вот. Больше не надо. Под клапан ставить будем или здесь? Наверное, под клапан надежнее будет. Вода течет, течет. Как только будем видеть там, что выливается вода, значит, waterpitter уже закончили наполняться. Мы перекрываем клапана, закроем краники вымывальников, включаем waterpitter. И после этого будем проверять, что ничего не течет. Потому что в системе создастся давление. То, чего мы на данный момент и ждем. Итак, у нас первый waterpitter закончил наполнение. Закрываем его. И вот-вот у нас, значит, будет и этот waterpitter. Потому что пока что водичка вообще не пляшет оттуда. Так, вот оно, счастье. Сейчас воздух выпустили. Закрыли воду. И вот оно, в последнее счастье. Закрываем, значит, что система заполнила. Момент истины. Проверяем все наши соединения. Так, эту бумажку мы оставим на память. Так, ну это старое соединение, не считается. Ничего не течет. Вот эти шланжики обязательно перепроверять. Потому что это у нас бэушка. Но хорошая бэушка, восстановленная. Все, начинаем делать. Раз, пошло питание. Значит, это хорошо. Ничего не выстрелило. У нас где-то щиток кто-то здесь позади нас. Теперь они как прям влитые стоят. Второй у нас отключается не таким вот выключателем, а немножечко другим. Здесь это вот как на кондиционерах предохранитель. Уверен, не предохранитель, а такая перемычка. Вставляйся ты, друг. Там отправляющая есть. Вставили. Когда вставили, закрыли. Вот так же ничего не выстреливает. Ждем пару секунд, и мы должны начать слышать. Ну, вы не слышите. Я немножко слышу, что там начинает вот так вот шепелявить, короче. Чуть-чуть еще вот подождем, когда поднагреется. Еще создастся больше давления в системе. Хоть вот эта вот штука сделана. Это дизайн ее, чтобы давление в системе заглаживалось вот именно вот этим expansion tank. Мы уже можем чувствовать здесь тепло, значит, что у нас water heater работает. Включаем помпу, чтобы он до утра нагрел всю систему в хате. Тут хата большая, на самом деле. Заработала? А, она может не работает, потому что она настроена на часы, что ночью не масла тянет. Ну, ничего страшного, ничего страшного. Нормально, все. Наша установка выдержала испытания. Ничего не течет, все хорошо. Кто молодцы? Мы молодцы. Все, на этом работа закончена по домам. Итого, на часах у нас 10.36, мы спокойненько едем домой. Такой день, самый приятный день. Такие заказы хоть каждый день бы делали. Самое главное, что в этом заказе, то, что люди позвонили, и не важно, какое бы ни было время. Я даже, чтобы вы понимали, мне позвонили в 5.50, и обычно после такого, если уже такие проблемные заказы, мы берем больше денег лишь за то, что мы приедем, потому что это после стандартных рабочих часов. Но так как люди хорошие, я понимаю беду, особенно два ватра хитрые. Я вас буду простую взимать оплату, как будто мы среди бела дня приехали. И неважно, займет это мне до 12 ночи, до часу, хотя очень страшно такие заказы брать на ночь, потому что если вдруг что-то в последний момент тебе понадобится, и это не будет в магазине, то придется откладывать на утро, но ничего страшного. Слава богу, что все обошлось, как вот обошлось. А на этом видосик подошел к концу. Увидимся в следующем. Пока.